наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну и начнем мы с карантина ну не совсем с карантина вернее так а чтение в эпидемию вот так и вы хотели поделиться с нами соображением по поводу произведения лешика колоковского совершенно верно пока все мы с вами в заключении остаемся я вот эту рубрику сохраняю и стараюсь вам предложить ни в коем случае не навязать книги которые могут вам с пользой и надеюсь и приятно тоже привести вот наши не самые радостные времена благодарю парену волкову за помощь подготовки выпуска но начну я может быть немного неожиданно хотя потом я думаю поймете почему с одной даты которая выпадает у нас как раз на сегодняшний день пока я еще не вижу обилия заголовков но думаю они появятся все таки разница во времени она сказывается сегодня 50 лет одной очень основательной провокации которая для левых остается очень успешной провокации ровно 50 лет назад вот то есть день в день 4 мая национальные гвардейцы в кентском университете открыли огонь по студенческой демонстрации были застрелили несколько студентов и вот все эти 50 лет история поддается как ужасное правительство вы знаете к правительству я всегда отношусь там соответственно но не в этом сейчас дело напала на несчастных демонстрантов руками гвардейцев и устроила вот что такое безобразие и это стало действительно очень удачным ходом и раскручивается левыми уже все эти 50 лет при этом в 2010 году когда было 40 лет события журналист джеймс розан которыми вам тоже ведь рассказывал не раз и журналист весьма и весьма въедливый и вдумчивый он представил информацию и весьма подкрепленные источниками всем чем угодно что вообще-то национальные гвардейцы они отстреливались так как вся эта демонстрация была заранее спланирована собственно был ряд уже и до того актов вандализма даже сожжение здания внутренне на этом на кампусе и поэтому национальная гвардия появилась и что по национальным гвардейцам может не из толпы других каких-то мест но было произведено несколько выстрелов и только потом они уже люди молодые они естественно начали стрелять все в ответ ну и получилось то что получилось прошло 10 лет с тех пор как розан опубликовал эти данные абсолютно игнорирование мейнстримными сми того что он сделал и уверен если вы найдете заголовки об этой дате то там будут все те же левые сопли жеваться о том что антивоенные демонстранты и все такое прочее ну и вы меня поняли однако не забывайте как обстоял дело на самом деле и почему я говорю что это будет связано с моей первой темой человека которого я бы вам сегодня порекомендовал хотя уверен многие вы без меня знают лешик колоковский он не только перебравшись на запад как перебравшись его практически выгнали критиковал коммунизм левые взгляды и марксизм и все остальное прочее но он еще и шел на конфликты западными этими леваками самодовольными которые пытались его увещевать грозить ему пальцем и говорить что он не понимает своего счастья и что по сравнению с тем что вот в ужасном капиталистическом обществе творится в его польше советском союзе и так далее просто рай на земле и вообще чего он оттуда сбежал вот не все диссиденты кстати рисковали идти на конфликты с нынешними левыми властителями дум и как это не прискорбная диссиденты нынешние в том числе из россии как я посмотрю преимущественно поют в хоре мы все не любим трампа ну не знаю как бы повел себя колоковский в нынешней ситуации он умер в девятом году но в любом случае его позиция она была смелой по моему убеждению сам колоковский поляк как вы наверняка догадались если кто вдруг не знает и его детство он 27 года рождения ну как не уже даже не детство юность наверное да они прошли во время второй мировой и его семья помогала по мере силы прятать и спасать евреев польских и как говорит сам колоковский его детство прошло в окружении людей которые могут любой момент погибнуть на еврейской общине польши вы знаете что произошло с евреями в польше и сразу же как у многих жителей восточной европы сразу после этого на него обрушился коммунизм хотя то что коммунизм обрушился сначала-то колоковский это воспринял скорее хорошо и даже был членом партии там все обязательно как положено да академическая карьера но вполне по рейгану помните знамятое высказывание рейгана что коммунист человек который читала маркса и ленина антикоммунист человек который их понял вот колоковский все глубже и глубже углу погружаясь в творчество этих товарищей он понял что к чему и в конце концов естественно стал персоной нон-грата в польше переехал на запад преподавал в основном в британии но в америке тоже стало весьма и весьма известным человеком при этом как и клайв джеймса который мы говорили две недели назад ну не сказать чтобы он полностью переместился в правый лагерь какие-то там иллюзии у него оставались но то что его произведения они используются прежде всего критиками левых и марксизм это безусловно роджер скрутон увы покойный тоже теперь о нем много был одним из главных его так скажем пропагандистов не очень красивое слово но здесь оно подойдет и американские консервативные сми его регулярно печатали я вам порекомендую его сборник эссе может это замахнется и на его трехтомник про марксизм но это наверное даже за карантин не осилишь все-таки философия такая штука кому-то она нравится но не у всех идет хорошо а вот сборник его эссеистики он выходил в тринадцатом году называется из год хэппи это почитайте обязательно он вполне ну я понимаю что все все вы можете сложные книги читать но тем не менее если нет желания он очень доступен там три части первая тсс на политические темы вторая на религиозные третий на самые общие но я порекомендовал вам именно первую часть потому что там смысле читайте их все но первую часть ее можно регулярно перечитывать потому что в ней колоковский очень основательно разбирает во что собственно говоря что из себя представляет вся левая идеология и как лево американские европейские но больше европейских все-таки пишет он с ними общался интеллектуалы этой левой идеологии потворствуют и каким результатом это приводит но несколько из идей колоковского я обозначу остальные я надеюсь вы с удовольствием с ними знакомитесь сами когда эту книжку прочтете на английском языке повторяю она выходила на русском боюсь что нет и так колоковский исходит из того что естественно социализм приводит тоталитаризм возможно что-то хорошее там есть он от этого полностью повторяю к сожалению все таки не отказался но сам он постоянно указывал своих эссе на то что где социализм там понятно какой финал более того он отмечал я вот не знают он писал на английском лет в переводе тогда перевод очень хороший но что даже если вы посмотрите то два самых кошмарных явлений социализма двадцатого века это national socialism то что мы видели в германии и international socialism ну то есть все остальное и то что к сожалению сейчас остается и и у нас и у вас и в европе так вот что они же даже созвучны почти одно и то же и пусть внешне нацисты какие-то элементы социализма не использовали но по сути осталось все одно и то же это полное подчинение человека государству и со всеми вытекающими из этого прискорбными последствия кроме того колоковский обращал внимание что те прекрасно душные в кавычках да и без кавычка интеллектуалы которые говорят что да нет ведь марксизм это замечательно что вот это все плохой ленин и плохой сталин они все испортили а так идея хорошая он и их опровергал доказывая что в общем и целом кстати нынешним многим левым экономистам которых так любят хвалить в инвестиционной прессе следовало бы тоже читать что вообще-то все основные пророчества маркса об обнищании рабочего класса о том что капитализм приведет к торможению развития прогресса прежде всего технического и так далее там подобное что все предсказания маркса они все развалились благополучно более того все получилось точности да наоборот и что может быть если вы любите замороченную философию то какое-то удовольствие от чтения маркса вы можете получить но при этом что вы должны помнить и мая и ленин и сталин и все остальные вся публика из восточной европы из азии свои тоталитарные системы они основывали именно на марксизме и колоковский это и утверждает за что ему большое спасибо этим он недовольствуется и указывает он на то что антисемитизм который философ повторяю видел своими глазами еще в детстве что после войны правый антисемитизм исходя из того что он тоже видел из его путешествий по европе по по америке ну понятно что национал социализм это левое движение но тем не менее не о том сейчас речь чтобы правый антисемитизм он практически исчез он да к сожалению есть но он не имеет серьезные силы тогда как антисемитизм это стало одной из главных движущих сил левого движения другое дело что левые это облекли в красивую форму назвали это антисемитизмом конечно же и под прикрытием антисемитизма абсолютно все то же самое что колоковский наблюдал будучи ребенком и молодым человеком в польше конца тридцатых сороковых годов все вот это вот перешло в левую идеологию на по самом деле ну просто это уже стало очевидно и поэтому антисемитизм весьма распространенный и антисионизм то есть одно и то же в советском государстве он всегда воспринимался с восторгом западными левыми и всегда их это очень радовало они поддерживали всем подобным антисемитским действием они аплодируют а ну вот так стать фашисты и нацист кого же левые современные колоковскому считали фашистами здесь колоковский вполне откровенно пишет что левые на западе фашистами считать таких как он то есть диссидентов которые выступают против коммунизма и как он сам об этом пишет что если мои знакомые которых высылают в европу сходят с самолета то первое что они видят это демонстрации немецких французских и черт знает каких левых с плакатами фашист фашизм не пройдет фашисты нам не нужны и так оно и есть к сожалению а может и к счастью потому что по крайней мере это многим дает понять что из себя представляют западные левые далее колоковский у него есть такое замечательное сэм это форме письма историку томпсону британскому историку естественно левому который вот очень переживал что как-то колоковский критикует такую замечательную идею левую социалистическую социалистическую систему как это вообще можно и так далее вот колоковский последовательно хотя бы вот ради одного этого его письма тире с можно всю книгу читать иметь читать надо все и там он последовательно рассказывает что у франка свободы так колоковский там был гораздо больше чем в странах советского блока что западным зажравшимся он более культурные там используют формулировки интеллектуалам не стоит поучать диссидентов вышедших из советских и восточноевропейских тюрем и лагерей что они не понимают своего счастья и что когда западные интеллектуалы говорят что там диктатура в бразилии это отвратительно диктатура в чили это ужасно а и начинающим рассказывать о происходящем на кубе в вьетнаме или еще где-то то интеллектуалы сразу говорят как вам не стыдно это все происки царо это они все выдумали и это все неправда или когда колоковский приводит разговор с одним из левых интеллектуалов которые проклиная опять же западные системы и диктатуры антикоммунистического свойства на вопрос колоковского как быть с кубой сразу отвечает не ну кубы это совсем другая ситуация как вы не понимаете кубе можно кстати я не удержусь от еще одной параллели с днем сегодняшним если вы посмотрите на то что может еще к этому вернемся но тем не менее на то что творится вокруг джо байдена который любит хвататься за женщины только хвататься то мы увидим вот ту самую историю который рассказывал колоковский но несколько трансформированы в чистом виде а те кто еще вчера нам кричал все верим женщинам раз она пострадала от проклятого судьи кована а раньше от проклятого судьи томаса то мы должны верить а сегодня выясняется нет не надо и верить если она пострадала от чудесного дедушки джо потому что как и объясняли колоковскому здесь совсем другая ситуация то есть как видите колоковский писал о левых интеллектуалах 70-х 80-х 90-х но ничего не изменилось и все его идеи я только некоторые вам здесь набросал они все актуальны и сегодня и даже если в каких-то из эссе из философа ну вы можете сочтете что он слишком любезен и вот как я сказал все таки не отторгает полностью социализм точнее социал-демократия ну да это и есть но то что его эссеистика его книги стали оружием западных правых это безусловно и колоковский от этого ни в коем случае не отказывался говоря что капитализм это как раз человеческая природа а вот социализм это попытку эту человеческую природу уничтожить загнать в какие-то рамки и проделывать с ней прочие нехорошие вещи поэтому если философ который пишет на подобные темы оказывается актуальным и сегодня да еще в такой неожиданной казалось бы ситуации но согласитесь параллельно опрашивается то это лишнее подтверждение тому что надо его читать даже если вы философов не очень любите поэтому еще раз повторяю лешек колоковский из год хэппи ну или все что вы найдете настоятельно рекомендую уверяю вас вы получите это будет и удовольствие и немалую пищу для ума ну а здесь я умолкну если сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово мне трудно что-либо добавить к вашему анализу произведений лешек и колоковского но когда вы упомянули видмар это весьма показательно для лево радикалов вы знаете у нас есть то такие две знаменитые адвокат ши глория олред и ее дочка по фамилии блюм которые вот защищают женщин все время находят якобы жертв или действительных жертв и начинают качать с глубоких карманов бабки так вот блин заявила что она верит таре но при этом она все равно поддерживает байдена потому что наша задача заключается в том чтобы победить трампа до абсурда доходит она верит что байден почти изнасиловал женщину но при этом она не может искать поменять свои принципы и я я даже не знаю как это назвать принципе идеологию скорее и вот все это движение мету основная масса но и лидер этого движения не помню как его зовут такая афроамериканка которая выступает против значит сексуальных домогательств глядя на нее трудно тем фотографию мне трудно себе представить чтобы кто-то да не домогался сексуальном плане вот тут уже знаете оруэллс на это другое тоже ведь человек левых взглядов который скотном дворе то говорил что да все равны и вот там свиньи было животные некоторые более равны чем другие абсолютно а в нынешней этой ситуации ну я бы еще упомянул алису милана который вроде бы актриса была когда-то которая на слушание по делу кого она приходила проститься мне такое сексистское замечание вывалив из декольте все что там находится вот как да и уверял что она за права и за всех жертв а а сейчас нет более того она же там агитирует по-моему даже за байдена и если вспомнить что вот этот самый байден травила человека чей портрет за моей спиной и уверял что он будет извиняться не перед ним а перед той самой хилла которая обвиняла томаса и даже не вознасилование в том что он и что-то там сказал такое нехорошее вот теперь этот человек он свое вскрылась его прошлое но все те кто якобы радеют за права черных и женщин сразу же стали смотреть другую сторону давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста вы в эфире алло здравствуйте скажите пожалуйста вот на фоне того что левые все же антисемиты как бы стали фашисты когда и где произошло и почему произошло сближение левых фашистов с исламистами вот последнее время они очень близки идеи не объединял ли их общий антисемитизм и антисемитизм и почему американские левые все же чувствуют в них антисемитов они стоят не на стороне права которые как-то защищают их а все же оберегают тех самых антисемитов и исламистов лице левых и фашистов спасибо да спасибо вам но вообще-то советское государство налаживало контакты с исламистами и даже там если угодно джихадистами еще с начала 20-х годов контакты были старые и левые по всему миру и троцкисты и ленинисты они были однозначно антисемитски настроены до образования израиля когда вдруг стал видеть там какое-то подобие стал надеяться что он там что-то может получить получить и вот только тогда антисемитизм ушел на второй план действительно а так он всегда преобладал что касается нацистов то очень многие из них после войны во первых во время войны были контакты с муфтием знаете знаменитым гитлера и дивизии были соответствующие мусульманские и потом очень многие нацисты сменив имена на длиннющий арабский перебрались например в египет и там стали организовать всякие институты по изучению сионизма ну и дальше пошло поехало тут уже процесс остановить было довольно таки сложно и когда израиль сделал выбор в сторону запада то антисемитом сразу же стал и почти официальной политикой советского государства что касается американских левых ну кажется это был даже не американец а британец макгерич который сказал что либералом левым либералом если угодно хотя сейчас уже можно говорить либералом свойственно жажда смерти проблема в том что они хотят убить затащить с собой всех нас и вот увы да я сам не понимаю почему американские левые евреи заткнув уши повторяют что трамп плохой давайте попробуем принять еще звонки добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день вот к этому же вопросу и к вопросу что читать вот о левом движении в европе в америке в израиле о том почему 80 процентов американских евреев голосует за демократическую партию вот вы все постоянно этот вопрос задаете почему 30-40 процентов евреев в израиле стремятся к уничтожению собственного государства почему и везде это левое движение во всех странах и в америке и европе принимает совершенно дикие формы обо всем вот этом написал Михаил Веллер где-то месяцев 6-8 тому назад я звонил вам и говорил об этом спасибо большое на самом деле есть подкаст медиагруппа континент с Игорем Цесарским и вот буквально на фейсбуке сейчас есть интервью Игоря Цесарского они на эти темы рассуждают то есть можно послушать его мысли и идеи спасибо большое добрый день пожалуйста вы в эфире здравствуйте Иван вот у меня такой вопрос последние будем говорить вот последние 10 лет что сделали вообще левые демократическая партия то есть вот при обаме я помню только его выдающиеся так сказать изобретение это общие туалеты для мальчиков и девочек и что вот наша экономика развивалась когда он уходил он сказал что 1,7% это то что надо и все должны к этому привыкнуть это нормально а когда пришел наш президент Доналд Трамп все как бы изменилось и вот последние вот будем говорить 5 лет когда у нас президент Доналд Трамп что в это время сделали демократы какие-нибудь законы правильные приняли в конгрессе в сенате и так далее я почему-то ничего этого не вижу может быть я просто как бы не в курсе дела объясните пожалуйста и что можно вот сказать хорошего так сказать что они сделали для нашей страны спасибо большое да спасибо большое к сожалению у меня ответ будет очень короткий ничего и вот в этом месте мы сделаем небольшой перерыв буквально на несколько минут после чего вернемся и обязательно продолжим Возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии 847-400-5200 если будут вопросы вы можете позвонить задать ну а пока лозунг возвращение к нормальности из 20 века вновь становится актуальным совершенно верно мы в прошлый раз говорили о таком уродливом явлении как новая нормальность а вот теперь поговорим о просто нормальности в истории много интересного и очень часто история действительно повторяется самым неожиданным образом то есть если вам скажу что кампания президентская двадцатого года проходит в условиях последствий эпидемии и серьезного экономического кризиса вы подумайте что я говорю про президентскую кампанию 2020 года а я могу иметь ввиду кампанию 1920 года потому что тогда прошла эпидемия испанки про которую сейчас тоже все вспоминают и был тоже очень серьезный экономический спад кроме того была еще война конечно же но всегда свои есть нюансы тем не менее в таких в такую вот ситуацию которую я назвал президент Вильсон он уже понятно должен был уходить у него и со здоровьем были проблемы а президент кандидата республиканский Уоррен Гардинг но все-таки нас принято Гардинг называть я буду его Гардинг тоже называть Гардинг он в своей речи как раз почему я на сегодня на это ваше внимание обращаю в мае 1920 года сказал что нам необходима вот эта самая нормальность более того он использовал слово которое на самом деле не так часто использовалось нормалси и его критиковали в прессе ну пресса тогда тоже республиканцев не любила а сейчас подавно за то что он прибег к устаревшему слову вместо нормалити однако исследователи специалисты по президентским речам они говорят что как раз Хардинг пусть Гардинг ну буду и так и так ладно пусть он и не считается одним из лучших ораторов здесь нашел очень точный ход потому что нормалси лучше цепляет а как у него там было not nostrums but нормалси если бы он говорил нормалити эффекта бы не было и вот это вот его речь в которой Хардинг Гардинг в частности говорил о том что беды нельзя исправить человеческие законами и что граждане не могут передать свою ответственность правительству речь не такая длинная но очень яркая можете найти в интернете почитать она действительно стала определяющей для всей его компании предвыборной что там от него что там от Джатсона Уэлливера который помогал ему мы уже не узнаем наверное никогда но речь действительно яркая и что получил Гардинг когда он пришел к власти он получил раздутое правительство он получил в наследие от Вильсона идеи о том что прогрессивистки что надо развивать влияние интеллектуалов на правительство что конституцию надо подгонять под нужды сегодняшнего дня ну не до такой степени как сейчас но тем не менее и в целом в целом какие-то огромные государственные организации вроде военно-финансовой корпорации которая создавалась на время мировой войны но подчинила в себе очень много чего и вот все вот это вот естественно еще и связано было с кризисом экономическим кстати эпидемию Вильсон практически проигнорировал то есть его оправдывают тем что он был слишком изобочен первой мировой но когда нам говорят что вот Трамп не делал того-то не делал того-то однако Вильсон не сделал практически вообще ничего хотя при нем медицина довольно сильно была тоже подчинена правительству потому что правительство расползлось очень серьезно если уж хотите что-то положительно сказал о Вильсоне то он был антикоммунистом очень серьезным но это пожалуй единственное что хорошего в нем было и таким образом получив вот все это тяжелое наследие прежнего режима Гардинг сделал то что за что вообще-то мы должны ему быть благодарными потому что он добился гораздо большего чем потом Эйзенхауэр Никсон и Рейган про Трампа еще рано говорить а именно ему удалось вот это вот монстра прогрессивизма джина если угодно загнать в бутылку естественно тогда еще не было такого размаха у Вильсона было два срока и так как он еще отвлекался на войну он много не смог так глубоко пустить корни но тем не менее получив финансовый кризис что сделал Гардинг он ничего не сделал он справедливо рассудил что рынок выровняется сам а что его задача как президента это резко сократить правительственные расходы и он вот не знаю данные довольно таки старые но по-моему никто их так и не перебил за Трампа тоже не поручусь Рейган насколько я знаю точно нет если что поправите меня что он единственный президент который действительно не остановил правительственные расходы а он их сократил и как следствие как только упали правительственные расходы то постепенно стал и этот экономический кризис спадать и то самое возвращение к нормальности о котором говорил президент Гардинг оно действительно себя оправдало ну вот дальше правда начались проблемы потому что как говорил сам Гардинг я справлюсь с врагами но мои друзья меня доведут до безумия до бессонных ночей так как ряд его назначенцев стали влипать в скандалы попадать в тюрьмы и кончать с собой а сам он еще и умер по ходу своего срока и поэтому его принято считать очень плохим президентом чье президентство омрачено скандалами с одной стороны и какими-то зачастую надуманными хотя там тоже частицы правды есть его похождениями вне брака но при всем при этом не забываем что поставленную задачу он выполнил и его еще весьма и весьма разумный ход это то что он взял себе вице-президента Куледжа который уже окончательно Америку спас от прогрессивизма ну не окончательно на тот момент окончательно и закончил дело Гардинга это безусловно почему я этот себе длинный экскурс в сто лет назад позволил потому что на сегодняшний день если мы посмотрим с вами на ту ситуацию которая перед президентом Трампом складывается сегодня и перед республиканцами вообще то мы увидим что да там была смена президентов один уже в любом случае уходил другой приходил здесь наоборот нельзя допустить того чтобы произошла вот эта вот смена потому что пресловутое возвращение к нормальности если Трамп будет опираться на опыт Гардинга и того что сделал тот президент республиканец его вице-президент Кулитш это надо делать именно нынешнему президенту тем не менее я полагаю что как лозунг и как основные установки то что объявляло то что провозглашал Гардинг сегодня действительно пригодится ну да как я сказал демократы и левые постарались представить Гардинга не с лучшей стороны и конечно же сегодня ну сказать а давайте будет как при Гардинге не очень красиво тем не менее если постараются и Трамп и его команда и воспользуются идеями но не особенно ссылаясь на то что это Гардинг я полагаю это будет очень и очень важно потому что если мы посмотрим с вами на худший вариант его уже просчитывают и вдруг представим себе победу Байдена и что еще хуже большинство демократов и в палате в палате скорее всего оно и сохранится и не дай бог в Сенате то экономисты да хотя мы все знаем что такие эксперты но здесь я думаю им стоит поверить прогнозируют финансовую катастрофу гораздо больше чем то что может нанести эпидемия потому что программа Байдена вам хорошо знакома это рост налогов а кстати в двадцатые при Гардинге особенно при колледже они как раз снижались это все эти безумные программы зеленого нового курса и так далее и если они проходят то какие расходы непонятно откуда будут на них браться деньги потому что тут даже из граждан столько налогов не выкачаешь то естественно это приведет к финансовому кризису очень и очень серьезному и в такой ситуации Трампу действительно нужно себя позиционировать как воплощению здравого смысла ну которым он все-таки и в большинстве случаев к счастью и остается да сейчас у нас мы видим какая тоже сложная ситуация потому что принцип федерализма он с одной стороны это конечно замечательно и то что Трамп ничего не сделал в хорошем смысле этого слова иногда очень многое зависит от того чего человек не делает а именно на время эпидемии он не предпринимал никаких мер которые бы охватывали скажем всю страну то есть я имею ввиду серьезных только каждый когда каждый губернатор все-таки сам решает какие вот ограничительные или еще мероприятия он проводит я в этом плане так вот тем не менее когда мы видим что в некоторых штатах та же самая Уитмер она просто не реагирует на мнение людей и то что выходит мы об этом уже говорили граждане защищая свое право работать с оружием и так как вторую поправку никто не отменял и кстати ведь по-моему уже прошло две недели может у меня поправиться но я что-то не читаю истории о том что все участники вот этих вот первых демонстраций чтобы они все заболели умерли и так далее не дай бог конечно в любом случае но я такой информации не вижу значит все ее истории о том что вот из-за вас мы теперь будем болеть и умирать и так далее они не вполне оправдываются зато я вижу как идет последовательная травля тех губернаторов которые штаты свои уже открывают и Кристи ну Кристи новому не закрывала а по странному совпадению как только де Сантис опять мы к нему возвращаемся но тут уже не моя на самом деле вина сегодня просто открываю юху и там сразу заголовки что вот эпидемия загубит Рона де Сантис и так далее и тому подобное потому что Сантис как раз насколько я знаю с сегодняшнего дня предпринимает усилия по открытию штата то есть сейчас конечно же то что Дэннис Преггер назвал репетиции полицейского государства в своей статье когда используются активно полицейские меры когда мейнстримная пресса все поддерживает когда серьезно ограничиваются права все то о чем я говорю уже месяц к сожалению и уже месяц это остается актуальным то действительно нормальность это то что нам всем нужно кстати во времена Вильсона там можно скрипя сердце подкрепить это тем что была война был рост левых левого движения после победы коммунистов в Советском в России в Российской империи в Советском Союзе но при нем тоже ведь были меры которые позволяют некоторым называть Вильсоновскую эпоху таким военным социализмом по-американски если хотите называть то что мы видим в ряде штатов это действительно военный социализм полицейское государство как хотите называйте я большой разницы не вижу как выбираться из этой ситуации я к сожалению не знаю потому что и не могу советовать потому что если Уитмир опять продлевает пресловутые домашние аресты до конца месяца насколько я знаю я считаю данные что Вашингтон хотят держать на этом локдауне чуть ли не вообще до декабря ну Вашингтон может не такое большое место но тем не менее и учитывая что штатов много а президент по-прежнему будет сохранять принцип федерализма то здесь возможно помогут поможет помогут суды и уже наверное надо американцам обращаться что я вижу происходит помогут какие-то все более и более развивающиеся и все более активные меры по выходу на улицы тем более что правы и консерваторы они когда на улице выходят хоть и с оружием но заметьте мы не видим столкновений с полицией они там могут покричать что-то но столкновений нет мы не видим вандализма мы не видим каких-то пожаров поджогов погромов почему-то это все делают сами знаем кто но вот как бы однако что нам опять рассказывают что белый терроризм это страшно люди с оружием и все такое прочее то есть да к нормальность в ряде случаев придется возвращаться таким образом но то что нормальность которую предлагал Гардинг два сто лет назад в 1920 году всем нам и не только вам в Америке повторяю а всем нам во всем мире она гораздо важнее и нужнее чем та так называемая новую нормальность которую навязывают Уитмер и ей подобное это безусловно надо надо к ней возвращаться и на уровне штатов и на улице на уровне всей страны и я вот не знаю правда это или нет опросы штука сложная я не буду сейчас ничего говорить об опросах по Трампу там они каждый день меняются то что большинство выступает за продолжение вот этих самых домашних арестов это конечно настораживает потому что ну это это не та Америка которую многие из нас любят простите я прекрасно понимаю все заботятся все беспокоятся но Рейган тут уж я его вспомню без него никуда нельзя говорил что страх это та болезнь которая мешает выздоровлению пока все будут бояться и слишком доверять правительству то возвращение к нормальности увы не будет поэтому мы все ждем от Трампа я жду хорошо не будут объединять нас что он сделает подобные меры и подобные лозунги своими и ему с программой сокращения налогов расходов с сокращением расходов будет сложно но я надеюсь получится ему по силам экономические возрождения осуществить может не так быстро как нам бы того хотелось но развязать руки как только все это закончится я надеюсь скоро развязать руки бизнесу и так далее и восстановление будет сколько времени займет никто не знает но чем дольше люди боятся чем дольше их запугивают левые губернаторы левые СМИ и так далее и тому подобное тем дольше этот кризис будет усугубляться и тем меньше шансов что это возвращение к нормальности случится уже сейчас гардингу удалось этого добиться довольно таки быстро когда он в марте стал президентом ну и считаете уже где-то наверное году ну может не в двадцать первом но в двадцать втором уже так более-менее обстановка наладилась как Трампу получится как получится у Трампа я не знаю но главное чтобы он выиграл и чтобы американцы все-таки поняли что они страна не новой нормальности а той нормальности на которую ориентируемся все мы в двадцатом они это поняли 1920 увы даже я очень верю что и в 2020 это случится здесь Сергей передам слово если Сергей что-то захочет добавить вы справедливо заметили что гардингу удалось не просто остановить рост правительства а вот насколько я помню я читал он первые шаги его это сокращение налогов на пятьдесят процентов что собственно и подтолкнуло экономику и маркет и восстановление на пятьдесят процентов сократил налоги никто из президентов этого не делал тут вы абсолютно правы и опровержение этому я еще нигде не встречал а что касается да кстати были звонки были попытки дозвониться ладно уже времени мало остается еще одна одна деталь но уже не имеет отношения может быть к возвращению к нормальности а возвращение к байдену я посмотрел кусочек интервью его на msnbc мика бжезинский брала у него интервью и забавный ответ она его задала вопрос по поводу того почему он выступает против обнародования его речей так сказать выступление интервью которые хранятся в колорадовом университете на что он ответил ну да республиканцы могут использовать мои речи мои так сказать ответы то есть публичный человек давал публичные произносил публичные речи на публике и сейчас он протестует против того чтобы это стало достоянием публики человек который баллотирует баллотируется в президенты у вы не забывайте он считает иногда что он в сенат выдвигается ну да то есть у меня нет нормальных слов чтобы описать эту ситуацию давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста здравствуйте очень короткий вопрос был ли во время президента какого гардинга такой же саботаж у страны прогрессистов какой сейчас хороший вопрос но к счастью такого еще не было все таки я еще раз повторяю при Вильсоне все это началось но гардингу удалось тормознуть а вот уже Рузвельт Джонсон пошла та бюрократия которая при Обаме выродилась в то во что мы ну что мы все расхлюбываем и сегодня короче говоря это хорошее уточнение да вы совершенно правы Иван огромное спасибо как всегда очень интересно познавательно и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи